Новые товары по доступным ценам. Молочные продукты впервые появились на ярмарке выходного дня. Торговая площадка, где в Алакжане могут приобрести свежую и натуральную продукцию местных производителей, вновь развернулась на площадь революции 21 марта. С ассортиментом ознакомился и Егор Канавин. Молоко, кефир и домашний творог. Его сделали этим же утром буквально за пару часов до поездки. В этом павильоне на ярмарке выходного дня впервые представлены товары от фермерского хозяйства из деревни Маега. Натуральный продукт по доступной цене. Естественно, живой продукт, сделанный с любовью, всегда будет полезнее и для здоровья, и для души, и для всего. Первый раз свою продукцию представил и Тарнакский маслозавод. Раньше предприятие участвовало в подобных ярмарках в других районах области. Теперь, оценив преимущества такого формата торговли, решили посетить и областную столицу. Больше потребителей стало, спрос. Нас ждут. Занят, приглашают. Вот и по приглашению к вам приехали. Кроме молока, в Алакжане могли традиционно приобрести свежее мясо, рыбу, колбасы, мед, сухофрукты, выпечку, изделия изо льна и овечьей шерсти. От 40 производителей из Бологды, Сокола, Грязовца, Вожиги и других городов и районов Вологодской области. Я каждую неделю приезжаю сюда на ярмарку и с удовольствием беру продукцию, потому что она свежая, вкусная. Здесь немножко подешевле. Может быть, выберешь то, что хочешь. Все представлено. Никак там тебе дадут в магазине. 21 марта ярмарку выходного дня посетило около 6 тысяч человек, которые совершили покупки на сумму около миллиона рублей. Всего же с начала года товарооборот составил почти 13 миллионов рублей. Торговая площадка на площади Революции продолжит свою работу каждые выходные, вплоть до 1 мая. Далее она переместится на Кремлевскую площадь. Егор Канавин, Михаил Протасов, Вологды Портал.